ВИАР на батарейках. Как устроена автономная беспроводная система виртуальной реальности, а также где её можно использовать? Расскажем в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Настоящий запах пороха виртуальная реальность передать не способна, но отточить свои навыки в военном деле точно поможет. Отработка навыков, обучения и тренировки – это основные направления для использования ВИАР-технологии. Кроме силовых структур, виртуальная реальность может пригодиться и пожарным. Казахстанские разработчики предлагают свои возможности для моделирования различных ситуаций тушения огня. Мы цифруем более пожароопасные объекты, то есть ТРЦ, там всякие лаборатории, где что-то может сгореть, воспламениться, и пожар может перекинуться на соседние помещения, здания. Это всё цифруется, переносится, моделируется ситуация. Там есть около 35 ситуаций, то есть кинотеатры, СТО, лаборатория, квартира. Выходит, что с цифровыми помощниками лишними становятся практически все обязательные процедуры. Взять тот же торгово-развлекательный центр. Чтобы провести в нём хоть одну тренировку, нужно получить разрешение, затем подготовить само место. В смоделированной ситуации есть возможность тренироваться ежедневно без дополнительных расходов. У нас есть 3D-карта всего города. Есть наземная, есть подземная, есть все коммуникации. То есть в эту сферу, если мы сейчас добавим VR и пожарных, у нас синхронизация будет, то что пожарные будут знать, где вода идёт, откуда идёт, где есть гидрант, в каком гидранте, какой из них рабочий, кто не рабочий, где есть вода. То есть по нашей карте он может приехать. У здания там всегда должно быть люкс с водой, где есть постоянная вода. По нашей карте он будет, потому что наша карта в реальном времени сделана. То есть у наших сотрудников, у нас в городе 80 тысяч люков есть, где ГВС, там канализация, отопление, все эти трубы у нас цифрованы тоже, есть в нашей карте. По словам разработчиков, интерес к VR высокий. То, что вкладываться в технологии нужно, понимают как частные компании, так и государственные органы. Особенность данного проекта в его автономности. Вся VR-система работает за счёт батареек. У нас это VR-рюкзак. Для чего вообще это? VR-рюкзак – это, по сути, мозги. Полностью на всей нашей системе. Это компьютер сам по себе. Тут у него ткань, благодаря которой, допустим, мы можем его одеть, как рюкзак, и он будет у нас за спиной находиться. Вот внутри компьютер, мощный компьютер, который позволяет воспроизводить нашу программу. Он создаёт её. Также к нему подключены все необходимые детали, которые позволяют запускать виртуальную реальность. Второй по важности элемент системы – это трекер. Всего их четыре. Два из них крепятся к ногам, один к левой руке, оставшийся к автомату. Каждый трекер отслеживает движение в определённой части тела. Завершают набор VR-очки. Можно любую часть органа разобрать, посмотреть, что за кем стоит. Могу мозг взять, покрутить поближе, посмотреть изнутри. Медицина – ещё одно направление, где виртуальная реальность могла бы быть полезной, как вариант использовать для обучения студентов. Технология позволяет оцифровать каждую клеточку человеческого организма. То есть мы можем в виртуальной реальности провести операцию. Есть несколько примеров. На замену чашечного колена делаются. То есть все эти инструменты, лаборатория, операционность, всё оцифруется, переносится в 3D-формат. Вносим это в нашу VR-технологию. Пациенту можно показать, что у него неправильно функционирует и как его может заменить, чтобы он не боялся. Потому что многим, кому назначают операцию, они первым словом, «Ой, боюсь, опасно, могут неправильно сделать». То есть показать, что это давно уже практикуется в мире, эта операция не страшна. То есть успех 99,9%. Цифровое всё активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет её темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать же обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин